Здравствуйте! Это программа День Города в студии Валерий Седов. Смотрите в этом выпуске. 10 тысяч человек остались без света из-за снегопада. Как устраняют аварию? Уборка снега как наказание. Рязанские осужденные помогают в уборке города. Мороз на улице и полос в квартире. Жители села Дядьково пожаловались на отопление. Баба Ягая, кот ученый. Какие еще скульптуры сказочных персонажей появятся в Рязанской области? В Рязанской области из-за снегопада остались без света около 10 тысяч человек. Первые отключения произошли в 4 утра 7 февраля. Под данным Рязаниэнерго больше всего пострадали от воздействия стихий из Копинский, Спасский, Шиловский и Ряжский районы. 42 бригады, почти 150 человек и 47 единиц техники. Это силы, направленные на работы по восстановлению электроснабжения. В настоящий момент социально значимые объекты Рязанской области уже функционируют от резервных источников. Всего привлечено 46 человек, 12 единиц техники, в том числе 5 снегоходов, имеется 20 бензопил. Обеспечены всем необходимыми средствами. На слушание ухудшения обстановки создан резерв 20 человек, 6 единиц техники, 2 снегохода, 4 бензопилы. В готовности находятся оперативные группы местных пожарно-спасательных гарнизонов, на вооружении которых техника высокой проходимости. В Рязанскую область направили дополнительные силы 25 бригад от филиалов МРСК, Центра и Приволжья. Ход аварийно-восстановительных работ контролирует оперативный штаб филиала Рязанэнерго. Мы провели в 6 утра штаб, 8-30 штаб, 12 штаб, то есть у нас регулярно проводится штаб для того, чтобы для координации действий. Поэтому в настоящее время ситуация полностью под контролем. Уже начались включения населенных пунктов, там где были уже выявлены порывы и населенные пункты уже возвращаются электроэнергии. Подобная авария для Рязани не в новинку, уверяют чиновники. Все необходимые меры были приняты. Вечером 7 февраля один из областных центров посетил начальник главного управления МЧС России Паризанской области Сергей Филиппов, чтобы лично проконтролировать ход работ по восстановлению электроснабжения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Заместителя главы администрации Сергея Пашкевича задержали по делу о коррупции в муниципальном предприятии «Детское питание». Об этом со ссылкой на источник в мэрии пишет СМИ. За чиновником прибыли сотрудники Следственного комитета из Москвы. Пашкевича забрали из рабочего кабинета и под конвоем доставили в следственный изолятор. После этого Сергея Пашкевича перевезли в Басманный суд Москвы. В настоящее время решается вопрос об изменении меры притечения. Пашкевичу вменяют взятку в особо крупном размере. Часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, по версии следствия, директора детского питания Александра Дворецкого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. За время следствия было арестовано несколько фигурантов дела. Арестована бывшая чиновница из Кораблина. Она получила взятки за заключение муниципальных контрактов. Ей грозит до 12 лет лишения свободы. Подробности далее. Подозревается в махинациях с жильем для детей-сирот. 42-летняя женщина раньше была начальницей одного из управлений администрации Кораблинского района. Установлено, что она способствовала победе одного из участников аукциона по приобретению квартир, которые покупаются на бюджетные средства. После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за их проданные квартиры, подозреваемая получала от них взятки. Уголовные дела, объединенные в одно производство, возбуждены на основании оперативных материалов сотрудников регионального ОМВД, которые и выявили факты получения взяток. Следствию удалось установить четыре факта коррупционных преступлений, совершенных в 2018 году. Среди них покушение на получение взятки в крупном размере и получение взяток в значительном и крупном размерах. Задержать женщину удалось при получении 200 тысяч рублей. Данное деяние предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В отношении подозреваемой Кораблинским районным судом избрана мера пресечения заключения под стражу. В ходе следствия стало известно, что бывшая чиновница пытается скрыть следы преступлений и оказывает давление на свидетелей, поэтому решением суда ее арестовали. Расследование уголовного дела продолжается. Осужденные помогают чистить город от снега. Делают они это бесплатно и приходят свободное от основной работы время. Работают на центральных улицах, в парках. Один из участков площадь Маргелова. За тем, чтобы работы выполнялись на совесть, следят инспекторы и представители дирекции благоустройства города. Утро у восьми рязанцев, прикрепленных к уголовной исполнительной инспекции по железнодорожному району, началось на свежем воздухе. К обязательным работам, как правило, суд приговаривает за преступления небольшой или средней тяжести. В последнее время все больше осужденных за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Показывать лицо стыдно, поэтому интервью только спиной к камере. Обязательные работы являются одним из самых мягких видов наказаний в уголовном кодексе. Максимальный срок наказания составляет 480 часов. Отбывать наказание можно каждый день, но только 4 часа. Прогул чреват серьезными последствиями. Дирекция благоустройства города сообщает нам либо по телефону, либо посылает табель учета отработанного времени, где в графе отработанного времени стоит ноль. Осужденный не может отказаться от этой работы и за два прогула или более. Инспекция направляет в суд о замене обязательных работ более строгим видом наказания. Как правило, это лишение свободы. Зимой обязательные работы, очистка снега. Летом и весной осужденные обрезают деревья и убирают мусор. Дина Ислиева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мороз на улице и холод в квартирах. С проблемой подачи тепла сталкивались многие жители Рязани. Перебой из ремонтных работ или ошибок управляющей компании. Но иногда тепла в квартирах нет годами. С тем, при включенном обогревателе, открываемся двумя-тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. Обогреватель уже стал членом семьи. Он есть практически у каждого. Дядька вам причина простая. Мало тепла в квартирах. Дома холодно. Дома ходим в теплых шерстяных носках, в тапочках. У меня ребенок тоже самое. В теплых штанах дома. То есть мы вообще не отдыхаем. Домой приходим не греться, а одеваемся еще теплее. Состояние труб отопления, которые идут к дому, оставляет желать лучшего. Не сказать, что они совсем голые. Обмотка есть. Вот только она, по словам жителей, тепло сохранять не помогает. Это трубы обматывают, утепляют у нас. Вот, лет утеплили, и она же все ползет. И это у нас вот обмотка еще со времен Советского Союза. Деревья все, он заросл деревьями, не обрабатывается, ничего не выпиливают. Вот. Горячей воды нет у нас уже несколько лет. В домах сырость. Полуобнаженные трубы, которые тянутся ко всем домам, заросли бурьяном, а порой идут по земле. Местные жители недоумевают, как в таком случае тепло вообще может сохраниться. К сожалению, страдают от нехватки отопления не только в жилых домах. Страдает также детский сад. Дети болеют часто. В группах холодно. Дети спят в одежде, и в кофтах, и в штанах. Местные жители жаловались прокуратурам. Детский сад проверили, но никаких замечаний по итогу не было. Опускать руки они не собираются. Проблем у села Дядьково хватает. И разрушающиеся дома, и отсутствие горячей воды. Совсем стараются бороться, привлекая управляющую компанию. И подвижки уже есть. После нескольких жалоб жильцов управляющая компания проведет проверку. Те квартиры, которые мы обследуем, действительно у них недостаточная температура в квартире. Значит, мы на понедельник собираем туда комиссию обширную. То есть будет представитель администрации, представитель теплосети, которая им подает тепло. И мы будем разбираться, потому что действительно не подается тепло. Потом, если это не наша проблема, то будем обращаться в теплосеть, в жилищную инспекцию и так далее для настройки параметров. По поводу горячей воды ответ простой. В селе много должников. Из-за них воду и отключили, притом несколько лет назад. А по словам Надежды Антиповой, в квартирах у каждого есть водонагревательный котел. Осталось дождаться результатов проверки управляющей компании. В Рязани подешевел бензин. Средняя стоимость одного литра в Рязани за неделю снизилась на 22 копейки. Данные мониторинга цен на топливо распространил Рязаньстад. Цена изменилась только на 92-ю и 95-ю марку бензина. На 20-25 копеек соответственно. Дизельное топливо подешевело на 6 копеек за литр. 98-й в стоимости не изменился. Стоит отметить, что бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе. Тем не менее, согласно статистике, на свою зарплату россияне могут купить гораздо меньше топлива, чем жители европейских стран. Регион развивает международное сотрудничество в области образования. В РГРТУ с визитом прибыла делегация Республики Камерун. В нее вошли представители Министерства высшего образования Камеруна, советник по культуре посольства Камеруна в Москве и гость университета из города Нгаундере. Ректоры вузов подписали меморандум. В дальнейшем высшие учебные заведения будут обмениваться студентами, проводить научные конференции, делиться опытом. В Рязанском радиотехническом университете сейчас учатся студенты из иностранных государств. Половина из них из бывших союзных республик. Остальные граждане Вьетнама и африканских государств. Среди них семь студентов из Камеруна. Вуз готов расширять международное сотрудничество. Мы имеем возможности увеличить количество таких студентов. У нас есть направления подготовки, которые им интересны, очень интересны. Например, граждане Камеруна у нас обучаются и на направлениях подготовки инфокоммуникационные технологии системы связи. Это радиотехнический факультет. Есть студент, который выбрал для изучения химические технологии. Есть айтишники. Их немало. РГРТУ вуз с большим опытом работает с 1951 года. Выпускает специалистов в области радиотехники, электроники, айти-технологии, а также автоматики, электроники, приборостроения, биомедицины, роботы-техники. Кроме того, выпускает специалистов экономического направления для промышленности и смежных областей. Вуз привлекает своим расположением. Недалеко находится аэропорт Домодедово. Поэтому приезжают сюда учиться из разных уголков страны. Студентам предоставляют общежития. Иностранные студенты могут в течение года пройти подготовку. Их обучают языку и готовят к поступлению, чтобы они смогли сдать математику и физику. Язык – один из главных аспектов, интересовавших делегацию из Камеруна. В рамках подписания меморандума о сотрудничестве обсуждался вопрос дистанционного обучения русскому, чтобы студенты могли приезжать в Рязань по обмену, а преподаватели набираться опыта. Партнерство будет взаимовыгодным и плодотворным для обеих сторон. Оно будет заключаться не только в обучении студентов? Ну и в сотрудничестве с предприятиями, чтобы мы могли развивать сотрудничество на базе предприятий в том числе. В свою очередь в университете Ингаундера изучают много инженерных и технологических дисциплин. Также там готовят специалистов для сельского хозяйства. Горнодобывающий промышленности меморандум, который подписали два высших учебных заведения, предусматривает, что они будут обмениваться опытом развивать научно-исследовательскую работу. Студенты из Камеруна смогут дистанционно участвовать в научно-практических конференциях. В рамках этого визита представители делегации из Камеруна посетят кафедры университета, познакомятся с преподавателями, посмотрят, как живут студенты. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани активно развивается высокотехнологичная медицина. В пятой больнице уже несколько лет оказывают помощь больным ревматическими заболеваниями. Еще несколько лет назад людям, страдающим поражениями суставов, приходилось отправляться на лечение в Москву. Теперь такой необходимости нет. Более того, жители столицы приезжают к нам за помощью. У Людмилы Киселевой анклюзирующий спонзелит, больше известный как болезнь Бехтерева. Почти 20 лет женщине не могли поставить диагноз. Раньше считалось, что этой патологией подвержены только мужчины. И вот в 2013 году, когда состояние пациентки стало совсем плачевным, она говорит ее в прямом смысле слова – скрючила. Спасли врачи пятой больницы. До того, как ей назначили генно-инженерный препарат, Людмила жила на обезболивающих. Позвоночник костенеет, суставы разрушаются, скованность, плетут движения уменьшается, постоянные боли. На том препарате я почувствовал просто человеком, я могла двигаться. Раньше таким больным, как Людмила Киселева, приходилось постоянно ездить за лечением в Москву. Сейчас в рамках системы обязательного медицинского страхования регион получил квоту на высокотехнологичную помощь. В руках рязанских врачей весь арсенал генно-инженерных препаратов, а также доступны все известные методы исследования. Компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, исследование аутоиммунных антител. А это антитела, которые показывают напряженность этого патологического аутоиммунитета. То есть на территории области у нас в наших клиниках с нашими врачами можем мы спокойно диагностировать, назначать, лечить, видеть эффект. Ревматическими заболеваниями болеют миллионы людей по всему миру. Вовремя провести диагностику и оказать помощь – главная задача современной медицины. В основном в нашем отделении это системные заболевания соединительной ткани и деформирующие заболевания суставов. Это ревматоидный артрит, деформирующий остеоартроз, ну и системные заболевания, такие как системная красная волчанка, системная склеродермия, ну и другие. К сожалению, полностью такие болезни не лечатся. Но можно добиться стойкой ремиссии, и человек будет жить нормальной жизнью. Но проблема заключается в том, что многие люди обращаются слишком поздно. Например, при ревматоидном артрите все начинается с кистей рук и стоп. Боли и припухлость могут насторожить. Но если воспалительный процесс в суставах не перерос в хронический, эти симптомы проходят. А когда появляются снова, может быть, поздно. За этой, казалось бы, не совсем опасной патологией кроется другое. Это поражение обычно всех внутренних органов, всех органов и систем. Кроме того, все ревматические заболевания приводят к ухудшению течения других состояний, которые есть у человека. Течение ишемической болезни сердца, развитие онкологии. Ревматические заболевания в большинстве своем являются аутоиммунными. То есть иммунитет дает неправильный ответ на собственные антитела. Самое страшное, что они серьезно помолодели и встречаются даже у детей. А предотвратить их практически невозможно. Но отказ от курения, сбалансированное питание и здоровый образ жизни могут помочь при профилактике и лечении. Вообще статистика неутешительна. В прошлом году к врачам-ревматологам обратились более 40 тысяч человек. Такие болезни находятся на четвертом месте среди причин инвалидности. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Водяной царевна-лебедь Баба-Яга. Семь сказочных скульптур появятся в парке поселка Октябрьский Михайловского района. Работа над ними активно ведется. Уже утверждены уменьшенные модели. А в натуральную величину готова фигура кота-ученого. С ее автором пообщалась Галина Кудряшова. Вот такие вот глаза, такие зверские глаза. Именно так начинается работа над будущей скульптурой. Ее макет сначала рисуют, затем создают из пластилина, а теперь делают полномасштабную модель из глины. Сейчас Баба-Яга весит около 600 килограмм. Внутри у нее каркас из металлических стержней и досок. У нее сложная будет очень ступа, с такими как бы глазами. Вот куда бы вы от нее не делись, у нее везде за вами она будет наблюдать, даже этой ступой. А вообще у нее персонаж, вот смотрите, она смотрит вот сейчас на вас, да, кот смотрит четко на меня, а сзади еще филин. И вот куда бы вы от нее не делись, она везде за вами будет наблюдать. Такой ужасный персонаж, такой колючий. В основу портрета лег образ знаменитой советской Бабы-Яги в исполнении Георгия Миляра. Пока работа ведется крупными мазками, ведь задача сделать силуэт. Затем будут прорабатывать текстуру. Вдохновение черпают из детских сказок. Кот ученый – это уже вольный пересказ произведений Пушкина. Фигура не каноническая. Автор Олег Седов позволил себе немного похулиганить. Оставил цепи дуб, добавил книжки, пенсне, боярский костюм. Сзади сделал дупло, в котором будут жить мыши – бабушка и двое внуков. У нее будут свои книжечки. Она будет маленькую книжечку читать, листать, очки-чечки, наверное, скорее всего. И здесь будет два этих мышонка, которые будут смотреть на них с любопытством. Одна заслушалась, а другая немножко испугавшись, потому что сказки страшные. Обе фигуры являются частью скульптурной группы. Семь статуй по мотивам детских сказок в августе следующего года установят в поселке Октябрьский Михайловского района. Самыми масштабными работами станут фонтан в виде водяного и Иван, убивающий змея Горыныча. Скульптуры сделают из бронзонаполненного композита. Дешевый, безотказный вообще, легко отлить работы. Не надо заниматься с этими печами, потому что бронза – это серьезный материал. Я ничего против бронзы не имею. Вообще обожаю этот материал, но это именно его дешевизна, именно вот этого материала. Потому что все можно сделать в мастерской. Вот у нас прямо тут, прямо их льем. Материал очень прочный. К примеру, скульптура ученого кота сможет выдержать вес в целую тонну. То есть на нем смогут повиснуть сразу восемь взрослых людей. А вот вандалам материал не понравится. Ведь бронза в нем всего три килограмма на всю скульптуру. Песок у нас идет обязательно, чтобы коэффициент линейного расширения немножко понизить. Ну, чтобы не трещал. Настоящая бронза, уже оксидирована, уже коричневая. И даже если ее натирать, она не станет желтой. Потому что это же пыль, а каждая пылинка уже коричневая. Вот. И поэтому, да, уже не будет так блестеть он. Но все равно бронзу видно. Также в материал добавят красители. То есть скульптура будет ни одного цвета. Такой прием уже использовали в оформлении клоуна и зверей, расположенных перед Рязанским цирком. Их тоже выполнил скульптор Олег Седов. Галина Кудряшова, Сергей Данилин, телекомпания «Город». В Рязани прошло открытие нового дилерского центра «Лада Кармен». Теперь он находится по адресу Куйбышевское шоссе 40 Г. Центр отвечает последним мировым тенденциям. Здесь представлен широкий спектр услуг в области продажи и обслуживания автомобилей. На открытие побывала Мария Рудая. Спрос рождает предложение. Все больше людей покупают отечественные автомобили. Самый популярный из которых, бесспорно, «Лада». Именно эта марка входит в топ-5 самых продаваемых в стране. Доля рынка в Рязани составляет примерно 24%. Это выше, чем в среднем по России. Поэтому переезд и открытие нового дилерского центра «Лада Кармен» на Куйбышевское шоссе рядом с регионом 62 более чем актуально. Почти 2000 квадратных метров составляет общая площадь. Современные технологии, мировые тренды и клиентаориентированность – вот главные отличия нового центра. Место для его строительства было выбрано не случайно. Этот дилерский центр стоит на двух трассах, то есть Ряжское шоссе и Куйбышевское шоссе. По этим двум дорогам из 25 районов Рязанской области, 18 районов Рязанской области дорога проходит здесь, через это место. Поэтому место очень удобное для не только жителей Рязани, но и Рязанской области. Кроме того, многие помнят, что когда-то здесь был автомобильный рынок. Теперь здание с надписью «Лада» видно издалека. Помимо продажи машин в новом дилерском центре создали современную сервисную мастерскую общей площадью более 1100 квадратных метров. Здесь у нас новейшее, самое новейшее, самое последнее оборудование. Прямая приемка, которая позволяет полностью продиагностировать автомобиль за 10 минут. У Кармен и здесь есть свои достижения. В 2018 году сервисный центр стал первым в России по качеству обслуживания клиентов. Конкурентов, к слову, было 295. По словам директора по развитию дилерской сети ПАО «АвтоВАЗ» Сергея Кутейщикова, Кармен почти 10 лет является официальным представителем «Лада» в Рязани. За эти годы объемы продаж серьезно набрали обороты. Что касается 2018 года, то действительно нам есть чем гордиться. Мы продали более 360 тысяч автомобилей в России, что на 16% больше, чем в 17 лет. Тем самым мы перейдем с опережением рынка. Как вы знаете, что общий рынок вырос на 13% в России. Наверное, впервые за 7 лет мы достигли доли рынка в 20%. Соотношение цены и качества сделали свое дело. И автомобили «Лада» стали настоящими серийными машинами на все случаи жизни. В России только несколько дней назад стартовала продажа нового «Лада Веста Спорт». Ее презентовали на открытии дилерского центра «Кармен». Теперь новая модель доступна и для рязанцев. Ее отличительной особенностью является то, что обладая всеми характеристиками гоночного автомобиля, машина прекрасно зарекомендовала себя и в повседневной жизни. Это только первая премьера года. Всех любителей отечественного бренда ждет еще как минимум две. Их все можно будет увидеть в новом автосалоне «Кармен». Поздравление по поводу открытия которого прислал глава региона Николай Любимов. Группа компании «Автоимпорт» по праву входит в число ведущих предприятий отрасли, обладающих высококвалифицированными кадрами и современной технологической базой для оказания широкого ряда профессиональных услуг на автомобильном рынке. Пришел на торжественное открытие и исполняющий обязанности главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Он отметил вклад компании «Автоимпорт» в развитие экономики города и отечественного автопрома. А также вручил Олегу Смирнову благодарность от городской администрации. Это замечательная сервисная зона, замечательный автосалон, замечательный новый формат «Лады». У нас более 25% жителей пользуются данной маркой и «Автоимпорт» продолжает зажигать. Уже сейчас в автосалоне «Кармен» на Кулбушевском шоссе представлен весь модельный ряд «Лады», включая новинку этого года – «Весту Спорт». У всех желающих есть возможность сесть за руль этих автомобилей, почувствовать сцепление с дорогой и провести тест-драйв. Мария Рудай, Сергей Данилин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем официальном сайте – город62.tv и в группе в соцсетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Мама спит, она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok